Привет, друзья! Мы на канале MarsLife. Мы сегодня в гостях у нашего друга Саши Литвиненко. Саш, всех интересует эта эпопея с законами о пребывании иностранцев после 2 августа 2021 года. Тут реально я подготовил тебе кучу вопросов, потому что очень много было шумихи, что, как, куда. Тебе, кстати, спасибо, что ты снял видео, где людям рассказал, очень многие там обратились, задавали вопросы. Ну, в общем, была напряженная ситуация. Перед 2 августа мы сделали, всем, кто хотел, мы страховки сделали, никого не подвели. Так что спасибо, что вы посмотрели, узнали, позвонили нам, обратились и, в общем-то, сэкономили себе кучу денег. Ну, основная цель была этих видео, все-таки, сэкономить людям денег. Да, люди сказали спасибо. Я сам таким тоже воспользовался, потому что мы купили эту страховку, ДПМЖ, закрыли этот вопрос и все. Была ситуация, что все только думали о том, что лето, отпуск, там можно расслабиться, Хорватия и так далее, но немножко все перевернуло честное законодательство снов на голову. Саш, значит, смотри, есть список вопросов. Давай начнем, наверное, с самого первого. То есть, когда были приняты изменения в законе о пребывании иностранцев в Чехии? 2 августа в итоге вступил, а они были приняты раньше, но вступил закон в силу 2 августа. 21 года, 2 августа 21 года. Что в реальности поменялось в страховках? Согласно изменениям в законе, теперь только одна коммерческая страховая компания получила право страховать иностранцев, если эти страховки оформляются после 2 августа. То есть, все, что было до 2 августа, остается. Унику кто-то купил, Максиму, Славию, Эрго, Аксу. То есть, их 6 компаний. Теперь осталась только одна. Изменения в законе предусматривают это на 5 лет. То есть, одна компания будет в течение 5 лет предлагать страхование иностранцев. Значит, разница. Вот это государственное зеленое ВЗП дается тем, кто работает. Вот это, Игорь, карточка. Вот ты работаешь, тебе такую платит работодатель, выдал такую карточку. Вот это коммерческая белая ПВЗП. То есть, у нее похожий логотип, но это не одно и то же. Их постоянно путают. Поэтому, не путайте, пожалуйста, зеленую, которая выдается тем, кто работает. На рабочую карту, короче. Да, да, да. И вот эту белую коммерческую. Так вот, вот эта белая. Ее многие и так покупали, знаешь, детям, там, новорожденным. Я тоже ее покупал. Да, ты ее тоже покупал. Потом ты с доктором договорился, что можно купить другую. И ходить платить. И страховая компания другая будет тебе возвращать. Теперь получилось так, что по закону только вот это. Мы не имеем права оформлять другие страховки и, в общем-то, эти продукты отключены. То есть, даже если вы нас попросите, там, оформить унику, кому-то нравится, кто-то Славе убрал, Эрго, эти продукты, все, их уже отключили, их нету. Так что, будет ли это действительно 5 лет, никто не знает. Сама ПВЗП не верит, что это продержится 5 лет. Возможно, придет новая власть, законы поменяются. Ну, знаешь, как это всегда бывает. Короче, ждем выборы, да? Да, ждем выборы, выборы будут в октябре и посмотрим, что будет. Но смысл такой, что теперь вот эта компания... Саш, какие в итоге сейчас есть варианты покупки страховки? Нужно разделять вариант для тех, кто едет и получает визу просто для вклейки, и вариант для тех, кто едет сюда и получает полноценную визу на полгода или на год по воссоединению студенты, курсы и... Вот именно здесь я хотел как бы остановиться более подробно, потому что есть два варианта, да? Рабочая карта, это отдельная тема, то есть для тех, кто едет на работу по рабочей карте, то есть по трудовой карте. И второй вариант, это кто получает воссоединение семьи, языковые курсы, студенты. Да, кстати, языковые курсы, это как правило, встать, их сейчас не пускают. То есть это 99-я цель пребывания, не пускают, там пускают только тех, кто едет... Окей, остается воссоединение и студенты. Получается, да. Самое распространенное, куда люди запрашивают визу, это воссоединение супруга или супруги и детей, и ребенка. Вот давай на этой визе сейчас более подробно остановимся. Здесь ПВЗП, правильно? Здесь ПВЗП, но они это усложнили. Они предложили два варианта. Вот есть четко расписано, например, на сайте Нурсултана, в принципе, остальные консульства тоже расписали, но на сайте консульства Чехии в Нурсултане конкретно вывесили такую табличку, вот такая табличка, где четко разделили на два случая. Если заявление подано до 1 августа, если заявление о визе, о выдаче визы или вида на жительство, подано после 2 августа. И вот они говорят, договор о комплексном медицинском страховании от компании ПВЗП на весь период пребывания в Чехии. Например, твоя жена запросила визу на год, ей одобрили визу на год, значит, она должна приобрести теперь только коммерческую ПВЗП на год. Второй вариант. Она может приобрести страховку на случай первой неотложной помощи на первые 90 дней, а в течение 90 дней после приезда нужно все равно купить комплексную ПВЗП на оставшийся срок. То есть ей дали на год, первые 90 дней. Три месяца, грубо говоря. Да. Ну, а видишь, они говорят 90 дней, а три месяца это, как правило, там 91 день, потому что какой-то месяц 30 дней, какой-то 31, но в любом случае первые три месяца нет ложка, потом комплексная. Для чего это нужно, чем это поможет? Да, оно поможет просто сэкономить человеку денег, потому что ей покупать на год комплексную ПВЗП выйдет дороже, чем покупать на три месяца неотложку. Вот. Думаю, что она не будет эти три месяца обращаться к врачу, болеть и так далее. Вот. А на оставшихся 9 месяцев уже комплексную ПВЗП. Далее. Они разделили, если заявление подано после 2 августа. То же самое. Варианты. Комплексная страховка ПВЗП на весь срок пребывания в Чехии. Потом то же самое. Либо неотложка плюс на 90 дней плюс комплексная, либо договор о комплексном медицинском страховании любой другой компании. То есть, если твоя жена знала, что ей на днях оформят визу, уже одобрят, и обратилась к нам и оформила страховку, например, 1 августа или там 30 июля или 20 июля, и оформила другой какой-то компании, Уника, Славия, Тамерго. Все, эту страховку тоже будут принимать. При том, что она должна быть полностью комплексной. Нет, это круто. Да, то есть, они немножко тут так запутались, что каждый раз мы пытаемся индивидуально разобраться в ситуации, какую делать. Делать неотложку на 90 дней, потом комплексную. Либо сразу делать комплексную. Многие люди говорят, я боюсь, как бы, я не уверен, что мне вклеят. Я так долго ждал эту визу или вид на жительство. Давайте мне сразу комплексную ПВЗП. Но проблема в том, что она дорогая. Хорошо. А реально для тех людей, кто едет на рабочую карту? А там все просто, там нет ложка. Там консульство. Вот здесь, опять же, есть ответ от консульства, согласно которому, вот, четко на сайте консульства в Киеве, я знаю, что нас смотрят и белорусы, и русские. Мы распечатали вот ответы со всех консульств. Здесь сказано, вот все, что мы рассказали по поводу изменений в законе, по поводу того, что теперь только одна коммерческая ПВЗП может страховать иностранцев на долгосрочные визы или пребывание. Здесь сказано, вышесказанное не касается заявителей, подавших заявление на оформление долгосрочных проживаний с целью работы так называемых рабочих карт или постоянного места жительства. То есть, ПМЖ. Там имеют право по каким-то... Такие заявители могут консульскому отделу при подаче заявления на вклеивание виз предоставить оформленную страховку, покрывающую неотложную помощь, на период не менее 40 дней. Но у нас прайсы идут 30 дней, 60 дней, 90 дней, 120 дней. То есть, у нас прайс идет помесячно, поэтому мы не можем взять на 40 дней, как правило. То есть, запасы можно взять помесячно? Это значит, что вы приедете, зарегистрируетесь, пойдете в отдел иммиграционный МВД. Ну, в Ампе. Да. Там вас сфотографируют, вы сдадите пальцы, и вам через 2-3 недели вы дадут вид на жительство. И с момента того, как вас сфотографируют, ваша трудовая карта уже вступила в силу, и вы можете устраиваться на работу, выходить на работу. С первого дня работодатель должен вас пригласить в государственную ВЗП. Все. То есть, если вы вышли на работу, и через 2 дня, там, какой-то перелом, или какой-то страховой случай, не знаю, зуб болит, то вы уже застрахованы по вот этой государственной страховке. Но у вас на руках ее не будет, вам временно выдадут такую бумажку формата А4, как бы заменяющую эту карточку, потому что в ВЗП эти карточки печатают там до 3 месяцев. Ну да, ждать ее чуть дольше. Да, ну просто, но вы уже знаете, что она у вас есть. У вас уже есть номер. Ну, формально уже человек за подгосударственную страховку, соответственно. Да, с первого дня работы, потому что на работе он может получить травму. Кто это будет платить? Естественно. Больница, скорая, не знаю, там, перелом и так далее. Получается, человек, который едет по рабочей карте, он покупает для вклейки страховку там на, грубо говоря, 2 месяца. А ему и консульство просит. Прям присылает смс или мейл. Принесите страховку на 2 месяца. И потом уже объезжает, получает государство. Да, помним о том, что купить их можно у нас. И у нас в Киеве есть свой представитель. Кто в Москве, Екатеринбурге и других городах, где есть консульство, можете это сделать онлайн. То есть вы нам напишите. Вайбер, ватсап, телеграм, инстаграм. Да, ребят, контакты, кстати, тоже. Сделаем. Они здесь вот на экране, вот вы видите их сейчас. И под видео тоже в описании ссылочки на контакты Саши. Смело обращаемся, говорим от нас. Нам тоже будет приятно, что нас упоминают. Смысл какой? Не переплачиваем посредникам. То есть не покупаем какие-то дорогие страховки. Комплексные не покупаем в суматохе. Не покупаем неотложные там за 700-800 крон. Не берем эту максимуму. Все, мы с Максимой не работаем, потому что она подняла цены, стала плохо платить. С Максимой не работаем. Есть у нас возможность сделать Ergo онлайн. Есть возможность обратиться к нам. Мы ее буквально за 10-15 минут сделаем. Просто высылаете паспорт и так далее. Высылаем вам скан. Самое главное. Какой вопрос себе задают? Мы в Москве, мы в Екатеринбурге, мы там в Киеве, во Львове. А как нам купить страховку? А вы нас там не кинете и так далее. Никто никого не кинет. Поверьте, это не те деньги, за которые нужно здесь кидать. Мы уже 10 лет занимаемся страховками для того, чтобы вас, наоборот, не кинуть, а уберечь от других, кто вас может кинуть где-нибудь там. А безопасность. Продать страховку, но не дать условия на чешском. Эту страховку вам просто не примут. Поэтому высылаете нам паспортные данные, адрес, телефон, e-mail, дату, когда вы планируете вклеить страховку. То есть, например, вы говорите, я иду в консульство 5 сентября. Все, от 5 сентября делаем страховки. Либо вы говорите, я иду в консульство 5 сентября, но ехать я собираюсь там 15 сентября. И поскольку у вас сказано, что страховка нужна от даты запланованного выезда, то, соответственно, делаем вам с 15 сентября. Высылаем вам скан, вы нам оплачиваете любым удобным там способом, не знаю, перевод там, Мони Полу, там, Монобанк, в Чехии платите, PaySend можно платить и так далее, и так далее. Распечатываете отсканированную страховку, где стоят уже наши подписи, печати, подписываете со своей стороны, распечатываете условия и квитанцию об оплате. Все. Вам нужна страховка, ее копия, условия и квитанция об оплате. Вам без проблем вклеивают визы. Каждый день мы это делаем, поэтому проблем никаких нет. И в Киеве могут обратиться к нашему представителю, страховку забрать прямо там. Саш, еще такой вопрос. Я слышал от тебя, что серьезные изменения по стоимости, реально, расскажи, пожалуйста. Почему вообще вся суматоха? Почему ты купил страховку на три года вперед и успел это сделать до вступления в силу данного закона? Точку. Вся проблема в том, что эта страховка очень дорогая. Прайс был выдан 30 июля, он абсолютно открытый, не секретный. И, значит, у ПВЗП повышенный ценник, потому что у них служба поддержки 24 на 7 чешский, русский, английский. То есть у всех компаний чешский, английский, у них еще есть русский. И многие люди, которые приезжают, они не знают чешского. И первое, что им нужно, это найти врача, записать ребенка, получить справку для школы. Все. Записать ребенка, справка для школы. Это самое главное, с чего вообще все начинают. Иначе без этой справки нельзя ребенка отдать в школу, или в садик, или, не знаю, на какую-то секцию. Да, вы это проходили. Страховка будет стоить очень дорого. Убрали все скидки. То есть если раньше люди покупали эту же страховку, но была система лояльности, когда ты покупаешь ее один раз, второй раз, ты получаешь скидку до 25%. У нас в офисах ВЗП ты ничего не получаешь, потому что, ну, они тебе просто эту скидку не дают. Дальше. На следующий раз мы тебе даем уже там больше 32% скидку. А если бы ты страховал у нас семью, то есть жену и ребенка, или нескольких детей, то ты бы уже получил скидку там порядка 42%. Вот. И те, кто к нам обращаются, они знают, эта скидка четко прописана в самом договоре. Сейчас, со 2 августа, ценник поднялся, скидки убрали. То есть, политика компании ПВЗП, продаем дорогой, хороший продукт, убираем скидки, потому что мы единственные, кто вам может это предложить, и мы единственные, кто вам может предложить такой сервис и так далее, и тому подобное. В общем, монополисты. Да, но при всем при этом люди говорят, да нам все устраивало, русский язык, там, они вам должны найти врача. То есть, когда вы ищете врача, вот мне звонила вчера женщина, говорит, Александр, я переехала, я недовольна страховкой Эрго. Я говорю, почему? Она говорит, меня с ней нигде не принимают, я не могу найти врача. Я говорю, так это проблема не страховки, а врачей. Врачи не хотят вас принимать так, как принимает твой врач, вот твою дочку, когда ты говоришь, я вам заплачу. То есть, вы ее послушаете, вы направьте ее на какое-то обследование, я вам оплачу, страховая мне вернет. Все. Проблема врачей, которые говорят, что нам не подходит вариант, когда вы нам будете платить, потому что нам нужно выписывать чек, нам нужно ввести какую-то бухгалтерию, нам это все неудобно. Вот нам, пожалуйста, дайте страховку, с которой мы работаем и которая нам напрямую заплатит, но вы при этом нам за визит не платите. Это вот ПВЗП. Ну, как раз, да, вот хотелось здесь чуть-чуть тоже уточнить, за визит. То есть, визит получается бесплатный, но все остальное это ты оплачиваешь? Но визит бесплатный, вот вы идете с этой страховкой к врачу, визит бесплатный, потому что вы позвонили в эту компанию, попросили записать вас, они вам обязаны найти врача, они говорят, что у нас есть два дня, двое суток, два рабочих дня, чтобы записать вас к какому-то врачу. При этом они спрашивают, удобно ли вам ходить утром или вечером, после обеда и так далее. И, в общем-то, сами обзванивают врачей и записывают. Все классно, но многие просто не подтянут этот сервис, потому что цена очень высокая. Потому что, если у вас двое детей, возрастом они до пяти лет, а вы получаете карту на два года, соответственно, воссоединение детей вы подаете тоже на два года. На сегодняшний момент стоимость такой страховки 58.300. На одного, на два года. Да. То есть, ценник вас будет пугать ценник. Таким образом, очень сильно покупка страховок бьет по карману. То есть, в реальности, если двое детей, если двое детей, и оба до пяти лет, и вы едете работать по трудовой карте, и вы едете на завод, и у вас зарплата 25 тысяч, а с собой вы берете детей, чтобы они с вами рядышком тут были, ходили в бесплатный садик, вот, то готовьтесь к тому, что двухлетние страховки на каждого ребенка сейчас стоят 58.300 крон от компании ПВЗП, а других вариантов у вас нет. Потому что, согласно закону, мы можем оформлять только ПВЗП. Поэтому подумайте, нехило, я же так сказать, я хочу сказать, что если человек едет на завод работать, и у него зарплата 25-30 тысяч, а это зарплата, которую ребята получают на Foxconn, на Daykin, на кондиционерах, на Mitsubishi, на Skoda, и так далее, и так далее, и тому подобное, то очень-очень будет тяжело и накладно приобрести эти страховки для того, чтобы продлить детей. Либо им получить визу по воссоединению. Ну да. Ну, то есть, там, те три месяца, которые не отложка позволяет покрыть, то они же особо не решают. Ну да, печально, конечно, с этой стороны, как бы, такая одна сторона медали не совсем радостная, но в реальности, если так посмотреть, посудить, то просто безвыходная ситуация. Выбор без выбора. Ну, есть такое ощущение, что такими изменениями в закон государство стремится избавиться от иностранцев, либо как-то урегулировать их приезд, чтобы их было как можно меньше, хотя иностранцы платят налоги, но ты работаешь, за тебя государство, ну, этот работодатель платит налоги и так далее, и тому подобное. Ты платишь за продукты, ты платишь за интернет, за телефон, ты тратишь здесь деньги, да, то есть ты ни копейки не тратишь дома у себя, потому что ты постоянно живешь здесь и тратишь эти деньги, и все мы так, как бы, сумасшедший ценник, и будем надеяться, что действительно все вернется к тому, как было до этого, потому что мы с тобой на это повлиять не можем, да, то есть повлиять на это может новая власть, которая примет какой-то другой закон и проявят какую-то лояльность к иностранцам, потому что многие люди этого просто не потянут. Ну, да, то есть, тут, конечно, картина такая, не совсем радужная уходит. Да, то есть перспективы, когда вы едете с ребенком, чтобы он бесплатно здесь учился, получал высшее образование, потом получил ПМЖ, гражданство, и жил долго и счастливо в любой стране ЕС, но то, что сейчас происходит с ценами на страховки, то, ну, я думаю, стоит задуматься. Наверное, давайте так, если вы едете на работу, то, как правило, получается так, что едет один человек, как правило, папа, да, этих детей, муж, глава семейства, подготавливает какую-то почву, либо едет один человек, либо, если есть, конечно, у людей возможность поехать парой, вдвоем, вот как Несалины, допустим, поехали, да. Я понимаю, но не у всех есть возможность оставить детей, бабушки, не у всех есть желание расставаться со своими детьми, только потому, что страховки стоят, на год тридцать одну тысячу, на два года пятьдесят восемь тысяч, но это еще не самая плохая новость, плохая новость в том, что сегодня, вот середина августа, страховки будут дорожать в сентябре, а со следующего, сто процентов, эта информация у меня от руководства ПВЗП, а со следующего года они будут еще дорожать, и поймите, казалось бы, мы будем много продавать, и много зарабатывать, ничего подобного, люди не готовы платить такие деньги, и самое интересное, что этим же законом было урегулировано то, сколько мы будем получать за оформление страховок, если раньше мы могли в рамках наших возможностей куда-то двигаться, вам скинуть какую-то тысячу, кроме полторы, две, три, пять, не знаю, вот эти скидки официальные были до 42% мы делали скидки, то есть реально я сделал семейную страховку, которая стоила 180 тысяч, человеку она обошлась там в 100 с чем-то, потому что мы ему сделали 42% скидка, то сейчас эти скидки отменены, то есть как бы для того, чтобы мне вам дать скидку, мне надо со своих денег заплатить, потому что вчера женщина звонила, говорит, я вот смотрела канал Морозлайв, там смотрела других блогеров, вы говорили скидки, да, говорили, и давали вам по максимуму скидки, но это все было до 2 августа, до вступления в силу нового прайса и нового закона. Слушай, ну конечно, новость не совсем, конечно, хорошая в реальности, если так разбираться более подробно, глубоко, так сказать, ходить. А знаешь, какая еще плохая новость? Давай сразу скажем, что касается продления. Все карты на стол. Да, но вы должны помнить о том, что иностранец должен быть застрахован на протяжении всего срока пребывания в Чехии. Также в законе сказано, отсидение смуси быть поищены по целую дубу по биту на узами Чешской Републики. И это говорит о том, что если у вас закончилась предыдущая страховка, ну я не знаю, там возьмем эргу, да, вот закончилась, и вы забыли, не следили за тем, когда она закончилась, и пришли к нам и говорите, слушайте, у меня там неделю назад закончилась эргу, или там уника, или максима, славия, мне, пожалуйста, сделайте, ну да, вот ПВЗП, я слышал новый закон, только ПВЗП, сделайте, пожалуйста, ее задним числом. Не получится. Компания ПВЗП не позволяет делать страховки задним числом. Это ограничено прямо в компьютере, в том калькуляторе, в который мы заходим под своим логином, паролем, как официальные представители, как их официальные дистрибьюторы, маклеры, и задним числом они сделаем, и что получается, у вас пробел возник, то есть у вас одна страховка закончилась, ну, например, 20 августа, а вы ко мне пришли 30-го, возник пробел 9 или 10 дней, я новую сделаю только с 31-го, то есть я не могу сделать страховку задним числом. Далее вы все это подаете в Министерство внутренних дел, а у них в компьютере тоже страховка писана, да, которая закончилась 20-го, а новая началась та, которую вот я вам оформил от завтра, и они вам отказывают в продлении, то есть вы не выполнили требования закона, который говорит, что пробела не должно быть, и решить эту ситуацию, ну, раньше можно было, мы могли сделать задним числом унику, максимум, славию, там, аксу, это не секрет, то есть мы делаем ее актуальным числом, но дату начала ставим после окончания предыдущей страховки, ставили, да, 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 ставили, и МВД это пропускало, потому что, ну, датчик забыл, но он же формально он-то покрыл весь срок, то есть он, он сделал без пробела, одна страховка и вторая, теперь калькулятор ПВЗП не позволяет это сделать, и что вы поедете домой, то есть вы 4 года здесь пробыли, допустили такую оплошность, что возник пробел, не знаю, забыли, были в отпуске, там, карточку потеряли, например, я не знаю, сейчас, когда у меня заканчиваются права там или паспорт, потому что, ну, я просто не помню столько документов, я не помню, на каждом своя дата, вот, и никто мне не напоминает, да, мне же не звонят в консульство, они говорят, Александр, у вас закончился паспорт заграничный, пожалуйста, заканчивается, придите к нам от фор, так вот, пожалуйста, работайте с теми маклерами, которые вам будут напоминать, не сочтите там за рекламу и так далее, но мы стараемся напоминать вам заранее о том, что у вас заканчивается страховка, и многие из вас говорят спасибо, что вы предупредили, потому что у многих там проблема, не знаю, там, ребенка в садик устроить, в какую-то секцию, экзамены сдать, там, я не знаю, еще что-то, действительно этот паспорт обновить, ну, человек, знаешь, как многие говорят, я не обращаюсь, она лежит, карточка в кошельке, я никуда не обращался, я помню, что она где-то есть, поэтому, если вы просрочили и не следите за сроком окончания вашей комплексной страховки, это проблема, и ее будет очень тяжело решить, практически невозможно, а как мы ее решим? Мы ее решим только тогда, когда законы поменяются, и нам снова разрешат оформлять ее задним числом, так что, пожалуйста, поставьте себе напоминание о том, что у вас заканчивается страховка, и если у вас заканчивается страховка, то у вас заканчивается вид на жительство, который можно продлить за 4 месяца, за 120 дней, то есть, это в законе не менялось, это есть, и, пожалуйста, занимайтесь своим продлением заранее, есть такие уникалы, которые до последнего ждут, и последний день выходит на выходной или праздник, и единственный вариант в последний день подать заявление на продление, это отправить его заказным письмом, почтой, вот эту зеленую анкету, а только потом уже узнать присвоенный номерок и начинать доносить остальные документы, включая паспорт, потому что паспорт же ты не отправишь заказным письмом свой заграничный паспорт, хоть русский, хоть украинский, хоть казахстанский и так далее, с этим аккуратно, это очень большой минус, и я спросил ПВЗП, слушайте, ну а что делать, вот ко мне человек обратился, вот он забыл, что еще у него не то, что неделю, месяц назад закончилась комплексная страховка, не знаю, там максима, а вот сейчас он пришел ко мне купить ПВЗП и говорит, а можно мне закрыть пробел, а компания ПВЗП говорит, а это не ваши в общем-то проблемы, да, клиент сам должен следить за своими документами, то есть если вы не следите за тем, когда у вас закончился паспорт, то вы в общем-то здесь тоже нелегал, ну потому что ваше вид на жительство, карточка, без паспорта недействителен, и путешествовать нельзя поехать Дрезден просто с карточкой, нужно иметь карточку и загранпаспорт, потому что карточка заменяет наклейку в визе, визовую в паспорте, представьте, что у вас вместо визовой наклейки, вот как раньше, да, шенгенский визум, у вас теперь карточка, но она без паспорта недействительная, она без паспорта, с ней можно ходить только по территории Чехии, обратите на это внимание, пожалуйста, и мы, если вы наши клиенты, если вы станете нашими клиентами, или вы уже наши клиенты, то мы напоминаем, мы вам высылаем напоминание за 4 месяца и за месяц. Не приходило напоминание, тоже, да, прощелкал, там чуть-чуть прилетело. Так что цены, да, а самые большие цены еще забыл сказать по пенсионерам. Слушай, ко мне обратилась женщина, говорит, я воссоединяю мужа, я говорю, сколько мужу лет, она говорит, 70 плюс, ну там, например, 72 года, вот, у нее здесь ПМЖ, все, квартира, она воссоединяет мужа, воссоединить его хочет на 2 года. Знаешь, сколько стоит страховка ПВЗП комплексная? Даже боюсь представить. 253 тысячи на 2 года. И она говорит, в смысле, это же 10 тысяч евро. А я говорю, ну, так, как бы, да, вот такая монополия. А мы ей могли сделать эрго до этого за, ну там какие-то смешные деньги, за, не знаю, условно говоря, за 30 тысяч. То есть, это тоже деньги, но... Да, тысяча евро и 25. Да, то есть, как бы, вот такие, вот такие... То есть, я боюсь представить, что там по новорожденным? По новорожденным все очень поменялось. Слушайте, это отдельная тема. Там очень все запутано. Там, там они различают, если новорожденный ребенок появился у мамы, у которой есть вид на жительство, или у мамы, у которой просто виза, либо польская виза, либо она украинка, приехала по без визу, либо она имеет, там, не знаю, румынский, молдавский паспорт. Короче, там куча вариантов, я, наверное, если вам интересно, напишите, пожалуйста, если нас смотрят будущие девушки, будущие мамы, да, представительницы прекрасного пола, то напишите, пожалуйста, я вам расскажу, потому что так обидно, у нас было сравнение страхования новорожденных, там, тариф у Ergo, у Maxima, у Slavie, у Unique, у ПВЗП, мы сделали красивые такие книжечки, брошюрки, теперь все это можно выкинуть, оставить до лучших времен, и, соответственно, остались варианты только у ПВЗП, и нужно вам рассказать, вот в каких случаях, что, как. Давайте так, ребят, кому реально интересно, лайки, подписка, комментарии, интересно, или плюс про новорожденных, короче, что-нибудь с этой темой в комментариях пишите, чтобы вы понимали, интересно это вам или нет. Причем, причем, да, причем, когда закон принимался, мы думали, будет один сценарий, одна сумма, когда закон принялся, то все оказалось совсем по-другому, я лично ходил в офис ВЗП, узнавал у них, сколько нужно будет платить за новорожденного, сколько потом нужно будет платить за вот эту вот коммерческую ПВЗП, кстати, ее и так многие брали новорожденным, да, но мы ее делали там за 16 800, за 18, за 19, вот, буквально в конце июля я ее делал человеку, который уже имеет одну страховку ПВЗП в семье, мы там делали ее за 21 с копейками, вот, сейчас она стоит 31 350, 31 350 крон, есть там нюансы. Окей, значит, по этому видео, еще раз повторимся, если реально кому интересно, под видео пишем комментарии, дополняем все условия, и реально, если наберется достаточное количество желающих узнать об этом более подробно, отдельно с ним видео. Да, мы же вам бесплатно все рассказываем, это вам нужно, многие просто сами не могут разобраться в этом, и когда идут в СЗП, им там одно говорят, потом юристы говорят другое, интеграционные центры третьи, которые сами не знают вообще, что там поменялось, которые ссылаются на источники, которые ко мне же обращаются, и Инбаза проводила со мной прямой эфир, конференцию в Зуме, где я рассказывал опять же по страховкам, так что поверьте, настолько все поменялось, что не все знают, как есть на самом деле. Да, А ну вам расскажем. Не просто все, как говорится. Окей, Саш, тебе спасибо большое за развернутые ответы на наши вопросы. Ребят, смотрите, если у кого остались какие-то вопросы, под видео опять же контакты Саши, там и Инстаграм, там и почта, и скайп, все, что говорили, Вайбер, Телеграм, пишем, обращаемся, задаем вопросы, у кого какие есть, оформляем страховки и так дальше, потому что реально человек помог и мне, помогает и всем нашим друзьям, знакомым, и вам уже, я уверен, многим помог со въездом и в Чешскую Республику, с воссоединениями, с визами, со всеми этими делами, поэтому обращаемся смело, не стесняемся. Вам всем спасибо большое за просмотры, поддерживаем наше видео лайками, ну и уже увидимся в следующих выпусках. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Пишите, ответим на все вопросы. Пока.